В 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, а я пошел в первый класс. Юрий Гагарин. Амир Кустурица. Действующий президент бывшей Ягославии. Родом из самой прекрасной и печальной земли на карте Европы. Человек, который как минимум три дна. А по-третьим, два вот такие рыбы, которых люди в глаза и не видели. Остаются считанные минуты. А, памятник. Выбрали вашу лучшую фотографию. Браво, браво. И мы. Вот. Это я? Это вы? Да. Браво, браво. Браво, браво. А, я скажу как бы. Вы мои любимые все. Вы мои любимые все. Я снимаю эту новость. И сегодня очень хотелось бы сшить и снять о вас документальный фильм, который все время в барабане. Я хотел бы какие-то вещи там социальные что-то. Может быть интервью получится. Потом. По какой-то. А, подождите. А, подождите. Распишите. Это прям график. У меня есть. Баллончик. 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 Представьте. Можно? Можно. Автограф. Автограф. Руки. И вот здесь вот выписывайте на белой. Да. Спасибо. Ооооо. Теперь вот здесь. Эти... 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 Не могу сказать, что для меня важнее Быть режиссером или играть на гитаре Масса вещей составляет смысл моей жизни А музыка и кино в принципе взаимосвязаны Музыка существует внутри кино Это архитектура фильма Я не могу жить, чтобы не выпивать и не танцевать Чтобы не снимать кино и не сочинять песни Рок музыка в форме Ягославии Это было почти религия Все ребенка любит играть музыку Как все ребенка любит играть футбол сегодня Когда он закончил его первым фильмом Помогите Доли Бел? Отличная атмосфера, отличный концерт Безумно рад, что сюда было Доли Бел? 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 Часто Кустурица про себя шутит, что гитара всего-навсего одно из его увлечений молодости. Где в некурящем оркестре он попросту делает вид, как играет на гитаре. Смешная ситуация. А сегодня, чтобы вам... Можешь переводить? Да, он понимает. Я понимаю, чтобы вашим осенними вечерами в Кустендорфе было весело, радостно, тепло. Вот, я беру вам это замечательное парито, на нем больше короткое и написано как бомбаро. Спасибо за просмотр! На капуруту. Видимо все. Будем настоящие герои. Браво. Марадо, марадо. Браво, момци. Ово дилете, ово дилет. Классно, как то. Свака часа. Чинял. Николай Васильевич Гоголь. Гасе, мань Боже, его конец, седло от кожи. Николай Васильевич, вспомине, я се е крило, крило, э мань Оре, гасе реки, гасе, э Боже, э. Приглашайте на коснур. Да, не слава. Доджи, доджи, видимо все. Чумной ты, Лука, ты не можешь находиться в двух местах одновременно. Такое ощущение, как будто ты находишься в одном из фильмов с Турицей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему это было? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я говорю, вчера белый птиц. Это белый как водой. Я очень люблю этот человек. Воли могут сказать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Когда вы берете камеру и пойдете на улицу, улица не больше улица. Это сценарий. И вы берете ее из границы. Добардан. 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 Сейчас мы у него в крестях. В его деревне. Делать кино о нем. Добардан. Добавил. Добар. 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 Мрака нема тилма. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Делать ремонты мира кустурицы одно удовольствие. Маленький городок в Аризоне был выбран югославским режиссером для съемок не случайно. Жители обречены на скучное существование. Но все же Аксель, которого сыграл молодой Дженни Депп, решил оставить Нью-Йорк, чтобы найти свою мечту и помочь в этом любимым людям. Сделай под конец так. Субтитры сделал DimaTorzok Каждого человеку свои мечты. Герой фильмы одержимы собственными снами и пытаются во что бы то ни стало осуществить их. Но на это им придется потратить большую часть своей жизни, а возможно даже пожертвовать ей, не обращая внимания на потери, проблемы и запись окружающих. Если помочь близкому человеку в исполнении его сна, то жизнь покажется прекрасной. Надо только любить этого человека, даже если он ненормальный. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, меня зовут Владимир Сороковых и сейчас мы попробуем произвести попытку взлета, как герой фильма «Аризонская мечта». Аксель Блэкмор в исполнении Джонни Деппа. Ну, попробуем. На входе в деревню первыми гостей встречает вот эта вот курица. Мы назвали ее «Каркуша». Дальше у нас картинная галерея. Лимузин из фильма «Завет». Можно даже попасть внутрь. Сзади меня находится дом профессора, в котором он проводит все свое свободное время со своей семьей. За домом расположена вертолетная площадка, чтобы ему было удобно быстро добираться в любую точку Европы. Это та самая машина, которую ела свинья. Машина закрыта. Часовная святого сала. В этой церкви происходят службы. Вот. И самый мир приходит сюда, чтобы помолиться. Деревня располагается в горах. То есть здесь открывается просто прекрасный вид. Здесь довольно много туристов. И частенько здесь бывают съемочные группы. Например, сейчас здесь находится съемочная группа. А, 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 польша. Вот это вот макет деревни. Я уже говорил, она не такая уж и большая. Вот это вот церковь. И дом профессора. Все в уменьшенном варианте. В этой, казалось бы, маленькой деревушке достопримечательность на достопримечательности. Вот здесь вот местная тюрьма. Сидят. И мы будем... Мы будем садить эту тюрьму для нее. Спасибо большое. Спасибо, Эмир. Спасибо, Дуня. Спасибо, полиция. Спасибо большое. Спасибо, Кусеттер. И мы решили дать эту тюрьму для Сумиак и Финита. И его название здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 А теперь мы будем украшать Белый дом. Почему Белый дом? Потому что там будут первые лица государства. Юрий Гагарин, Фидель Кастро и Диего Марадонна. Эмир придумал нарисовать, а мы придумали как. Это своего рода симбиоз творчества. На первую стенку мы нанесем Гагарина, на вторую стенку Марадонна, на третью стенку Фиделя Кастро. Это единственный человек в политике, который может сказать, что рисковал своей жизнью ради своей страны, своей земли, потому что он революционер. Политики в мире с помощью денег побеждают на выборах, а он победил всех с помощью винтовки. Потому что он крутой мужик. Я люблю Богу! А сейчас мы находимся на том самом месте, где не так давно состоялся дружеский матч Диего Армандо Марадонна и Эмиро Кустурицы. На этом поле они гоняли мячик. Расскажите, вот работа над фильмом, как шла с Диего Марадонна? Расскажите, что фильм с Диего Марадоном был очень динамичным, потому что он был в фазе, когда он скинулся с дрова, и когда он стал его новым эпохом в жизни. И мой фильм, фильм о Марадонне, является очень значимым, потому что он стал в момент, когда Марадонна вернулся в жизнь. И этот фильм является значимым, потому что он свидетельствует о его возвращении в жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот мой сын, стрибор, иди сюда. А, твой маленький. Как дела? Когда Диего приехал, Геоград пытался переварить сложный исторический урок. Как полюбить Запад после того, как он бомбил город и разрушил его из любви к нашей стране? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диего посмотрел на руины зданий Министерства внутренних дел и спросил меня, кто это сделал. Я не хотел делить общую вину и говорить о Запад, НАТО, международное сообщество или Соединенные Штаты. Благодаря, благодаря моему воспитанию, я считаю, что вина определяется действиями индивидуума. Хавиер Солана, сказал я. И Диего лифт иронически кивнул головой. Да, испанский социалист. В годы бомбежки Югославии было разрушено полстраны натовскими военными. Операция называлась «Милосердный ангел». Вот она, милосердие. Вот вы уже больше 20 лет в Боснинг-Цыговину. Вы туда не поедете? Нет. Нет, потому что все равно все добрые люди, где все равно все добрые, там и не требует дойти. Просто я много читал про ваш дом, то, что там произошло, и мне было очень грустно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Де написал, что столкновение сербов с боснийцами – искусственный конфликт, раздутый националистами. Родные режиссеры во время бомбежек жили в эпицентре этнических конфликтов, фактически став заложниками властей. Статья Кустурица не называл ни имен, ни партий, но, естественно, обе стороны приняли заявление на свой счет. Вскоре после публикации мусульманские сепаратисты ворвались в дом режиссера, где в то время жили его родители. Устроили погром и вынесли все ценности, включая фестивальные награды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К счастью, родителей в тот день не было дома. Когда отец Имиру узнал о покроме, у него случился сердечный приступ. А скоро он скончался. Кустурица не намерен забывать и прощать. Из Кустендорфа видны горы Боснии, но возвращаться туда он не будет. Хасан Кикич, начальная школа Боснии и Герцеговина. Имиру Кустурица. Я был ученник в школе, как я считаю, что он бегает из школы. И они не были на его стороне. Имиру Кустурица. Имиру Кустурица. Идем с школу. Играет музыка. Снимался в фильме «Кустурица»? В фильме «Кустурица»? В фильме «Отаснослужбенном пауту». Кустурица болит, да возьмёт людей с улицы, и до рядах остатки в неговым фильмов. Одна из них есть семиша, званый «Секи». Он играл в фильме «Отаснослужбенном пауту». Как себя вёл мой маленький коммунист? Замечательно, товарищ Меша. Папа? Это вам, товарищи. Вы не имеете права. Отдайте. Обамо. «Пусть в фильме» Онослужбенном пауту. «Отаснослужбенном пауту» «Отаснослужбенном пауту» «Кулах!» «Отаснослужбенном пауту» «Каснеже, когда је почело да се бави политиком, добро се замерюе народ в Босни и Ерцеговине, погодово muslimаним обошнијачима, jer негови ставаи са били на лини политике Слободана Милошеќеќа, и он в овом граду неје популярен без разлике, Один благонамеренный человек спросил меня, снится ли тебе Сараево? Только однажды во сне посетил я Сараево. Был это кошмар, в который у меня полусогнутого на заднем сиденье автомобиля провезли по знакомым мне улицам, по которым бродили неизвестные мне люди. Сараево 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 Это книга, которая на најдинамичней најинь изражава мој потребу да се артикулише мој живот. Утолико је она била значања, зато што је на неки најин писменос која праистичаја из тога Мој највечи добитак је книга, зато што в ствари кај човек покуша да артикулише тај живот Он в ствари мора буде врло селективно, мора да применије искусство свих највечих јунака и да се не стиди после тога оног што је написал. Она же во многом посвящена родителям, вашему отцу Мурату и матери Сенке. Это как раз описание вашего детства. То је од тренутка, то је еден огромен временский лук, от тренутка, кога сам закорачувал школу до момента, кога је у ствари завршен рад у бившой Йгославији. В то време на меня сильно впечатление произвал фильм о том, как затонул самый большой корабль на свете. Если бы наша квартира на Ябушце Авда была Титаником, то вода хлынула бы через окно кухни, где я спал, через коридор потекла бы в комнату, где спали отец и мать, и это был бы конец истории, и лучше всего бы нам было превратиться в рыв. Я решил построить свой собственный Титаник. От табурета на трёх ногах, который сколотил мой дед в травняке, я открутил дедовянную ножку и сделал из неё мачту. Это огромный простор, огромный, как бы сказал, временский оквир, внутри које је стао та један читав живот, а после того, уз живот и све моје рефлексија, и сва моја занимања, и све оно што я в своје животе, у ствари, как свободен човјек и како нехо кој се бави умјетношћу, испунио у книзи. Книга је значајна по томе што... В школе я получил пятерку. Я бежал вниз по крутой улице, которая спускалась к дому, но не принял во внимание, что гордость и высоко поднятая голова не соответствуют пересеченной местности. Заткнулся я камень и упал на праву руку, а Титаник держал в левой. Я вылот боли, а сквозь пару, сделанной из рубашки отца, видны были небеса. И та книга заправо круна мој умјетничког рада. Я сам тај рад... Успео ова један од мој јунака. Да, то је... Любимый ваш писатец. Мој најдржи писацец. Вы еще хотите о нем написати историю, сняти историю о том, как студент согласился убити... Жену... Жену продуцента. Да, жену продуцента. Да би добио паре. Наступление и наказание. И наказание, и идиот. У Льва Толстого была ясная маляна, у вас Гюстендорф. Лев Толстой был граф. Походим, что? Лев Толстой был граф. Граф, что это? Титул. Ну, титул, граф. Граф. А-а-а. Какой бы титул вы хотели иметь... Профессор. Профессор. А может быть еще какой-то? Идея построить деревню на стыке двух поразнившихся государств является доказательством, что Ягославия никуда не исчезла, а раскрошилась на городах, где все те же люди. Его ущипни тут заплачут, для любви засмеются. География и политика не меняют привычки и стирают на память. Ведь трудно расстаться не с тем, что мы любим, а то, откуда произрастаем. Знаете, будет переходи. Граф- Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он построил себе сказку, в которую сам поверил Поверила его семья, его дети И мы Когда у меня рождается идея фильма, то вначале я его слышу Потом вижу определенные образы и только после этого начинаю съемочный процесс Во время работы над фильмом «Жизнь как чудо» Ныр Кустурица полюбил мокрый горн Луч света, упавший с небес, осветил склон холма «Там будет моя деревня», — ответил Ныр, уверяя, что это был ковняк свыше «Хватит с меня городов! Отныне мой дом будет там» «Кустендор» «Кустендор» «Бы было хорошо, чтобы не уступил с того, что начало» «Курица». Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Неужели я не прорасту где-нибудь, когда-нибудь? Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!